В городской больнице провели единый день диспансеризации. Любой желающий мог прийти в поликлинику и проверить состояние своего здоровья. А всего с начала года обследования прошли 200 муравленковцев. В 2022 году диспансеризацию прошли более 8 тысяч жителей Муравленка. По результатам обследования чаще всего у горожан диагностируется избыточная масса тела и высокий уровень холестерина. В прошлом году у нас было выявлено 17 случаев сахарного диабета впервые. У нас было выявлено 21 случай артериальной гипертонии впервые. Ну и, конечно же, достаточно большой процент был лиц с высоким уровнем холестерина в крови. Кроме этого, в 2022 году были выявлены три случая онкологии. У двух пациентов болезнь диагностировали на ранних стадиях. А с начала этого года диспансеризацию уже прошли 200 человек. Специалисты отмечают, в Муравленка уменьшается количество жителей с вредными привычками. В этом году у нас пока еще не было выявлено заболевание впервые. Но были люди, которые имели заболевание, с ними жили, но не обращались. То есть это уже как не первичный случай, а повторно, скажем так, просто впервые диагностированный. Комплекс исследований зависит от возраста пациента. При выявлении отклонений в показателях пациентов направляют на второй этап. Тогда обследование прошли уже 15 человек. Сегодня диспансеризация для многих муравленковцев становится обязательным мероприятием. Жители города понимают, что от своевременной постановки диагноза зависит их здоровье и жизнь. Сегодня исследования прошли основную, я думаю, сердце проверяет, электрокардиограмму сделали, анализ крови, сделали давление, внутриглазное давление, сделали диспансеризацию. Я думаю, это не для организации надо, в первую очередь надо для каждого человека, чтобы он знал состояние своего здоровья. Для выявления на ранней стадии каких-то отклонений в организме и для того, чтобы знать, насколько ты здоров. Регулярный контроль здоровья позволяет выявлять заболевания на ранней стадии и значительно снижает риск их развития. Всего в этом году планируется обследовать более 11 тысяч жителей города. Инна Борисова, Сергей Лукович, Новости Муравленко.